здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и мы постоянно ее ведущие эдвард брумер и гэри брумер я хотел бы сделать небольшое объявление в начале передачи со следующей недели передача будет выходить по вторникам в то же самое время в три часа по чикагскому времени поэтому пожалуйста настраивайте свои радиопередатчики не забывайте по вторникам политинформания будет идти со следующей недели постоянно по вторникам и сегодня на связи с нами знаменитый журналист гендиректор радио телекомпании вид вице-президент российского телевидения александр любимов александр михайлович здравствуйте спасибо александр михайлович начале передачи мы бы хотели поздравить вас прошедшим днем рождения от нашей русскоязычной общины естественно от нашего радио и пожелать вам в первую очередь здоровья спасибо большое в одном фильме хорошим никулин говорил за свою собаку мухтар постарай спасибо что мы на такой легкой ноте начинаем александр михайлович мадаг за нами до подарок за нами настолько рекламы сейчас я слушал 6 или 7 роликов подряд у нас сейчас на радиостанциях дай бог 12 так что дать мне скидку на случай если меня ударит ток стараемся александр михайлович а первый вопрос вчера проходил военный парад по случаю следующую давление по чуть-чуть имести пятилетия со дня великой победы великой отечественной войне и такой вопрос как вы относитесь вообще к парадам нужны ли они и почему для российского руководства так было важно провести именно этот парад может и для народа это важно но я все-таки очень трудно сложилась что такая традиция со времен еще брежнева нарушить и разрушить мне кажется что сегодня таких вот руководителей которые так легко ломают сложившись традиции вообще в мире мало как-то мы стараемся придерживаться наверное так а почему 24 то что ну первый аппарат был победы 24 9 мая все были в берлине старшие товарищи значит подписывали 8 мая значит с немцами капитуляцию решали вопросы серьезные там вот и был парад 24 потом при стали не запретили потому что ну как я понимаю или как многие историки отмечают что сталин боялся вот от того то энергии свободы силы с которой вот российский советский народ вернулся из этой тяжелейшей но победоносной войны как угрозу своему владычеству поэтому максимально таскать нивелировал важность этого момента потом вас возобновили ну и традиции с тех пор куда денешься александр михалыч такой вопрос 30 лет назад вышел взгляд это было такое новое слово в советском телевидении первая а не обижает ли вас когда говорят а это вот этот вот парень с той смелой четверки улыбчивый улыбчивый такой парень с той смелой четверки и как вы оцениваете вот эти 30 лет как бы пути советского телевидения к сегодняшнему российскому телевидению сбылись ли ваши мечты видео меня ничего не обижает жизнь приучила бы толстокожим меня всякими называли ужасными и несправедливыми и каким угодно только эпитеты вы поэтому вы вообще очень просто не жены я бы сказал она стала невероятно качественная по форме и весьма убогое по содержанию в общем стала по стандартам своим наверно ближе к такому вот бесплатному американскому телевидению наверное я имею там айбиси себе сам беси вот ну вот эти тоже сплошная пропаганда у вас все-таки наверное более сдержанно по внутренней политике существует все-таки какая-то дискуссия а у нас этого нету александр михалыч а у меня такой вопрос по поводу российского общества недавно я уже задавал тем кто у нас выступали в ранних передачах произошла большая трагедия с михаилом ефремовым и естественно никто не оправдывает его то что произошло это действительно в какой-то степени преступления но вот российское общество очень будем так говорить показала себя как мне кажется с не лучшей стороны в том плане что начались сразу же танцы на костях как как вы можете охарактеризовать вот современное российское общество и почему это происходит ну как общество это же вы берете вот этих бездельников которые сам выражаться хотят сидят дома там принял два стакана и хочется что тебя услышал весь мир вообще конечно до интернета мы предполагали что в мире живет очень много неумных людей но конечно социальные сети открыли нам глаза теперь это уже факт потому что понимаете вот я имею ввиду в первую очередь владимира соловьева который является рупором все современной пропаганды российской мне казалось что есть какие-то красные линии есть какие до которые нельзя переступать и вот то что он наговорил это конечно моем понимании это подлость ну вы знаете такие таких терминах очень бессмысленно обсуждать соловьев потому что это же функция тоже не человек и то что он делает но это я даже вот видите я уже защищен настолько что я не знаю чего вы говорите на вас чикаго это новость это же мне трудно поддержать настолько я даже не знаю чего он сказал ну это это известно вы в интернете там были просто очень низкие слова которые наверное не употребляются не в радиоэфире не на телевидении я хотел бы вернуться к вопросу в этом году было 25 лет со дня убийства владислава листьева все уже как бы понятно известно вам задавали много вопросов я хотел бы бы как бы от нашей относительно сегодняшнего не как вы считаете вот вы наверно хорошо знали владислава листьева кем было сегодня был на какой стороне на стороне условных патриотов или на стороне условных либералов это чисто как вот вы это видите естественно это ответ ну тоже условный наверно ну вы знаете даже мне кажется что между патриотами и либералами в том виде в котором они представлены сегодня в наших там средствах массовой информации или дезинформации пропаганды или контр пропаганды это все таки и все вместе они являются меньшинством большинство где-то посередине разумные люди которые любят свою страну там выражают там сомнения каждый день в том что им нравится ли не нравится в политике там нашего руководства вот собственно российское общество а это такие какие-то очень особые люди которые честно говоря мнение мнения их мне мало интересно потому что одни до совершенно какого-то чрезмерного лизоблюдства или даже вот то что вы говорите там оказывается и ругань какой-то значит готовая там защищать все что угодно совершенно цинично просто отрабатывая так сказать свои гонорары а другие значит по любому поводу начинают быстро переходить из них там неприязни например к там к путину или там не знаю кому к таким формулировкам когда кажется что эти люди просто не любят нашу страну и возникает вопрос а чего не зачем они здесь живут так что эти обе группы я бы вычеркнул это не российское общество но но все таки все таки вот как вы считаете листьев был бы на какой стране все таки ему пришлось бы занять какую-то позицию знаете но я думаю так что конечно он выбирал сам мы начали знаком с 84 года дружили вместе бизнес делали но у как вот я не убираю никакую сторону там у меня есть возможность к счастью собственно к тому моменту когда надо было выбирать мы уже построили какой-то но более или менее устойчивый бизнес к сожалению владик не дожил до этих времен который позволяет все-таки не служить не прислуживаться но и не уходить в какое-то безумие которое со стороны либеральной смотрите почему я задал вам этот вопрос есть такие вот люди которыми я восхищался когда-то это и татьяна меткова и гурнов и эрнст это все люди которые начинали вместе с вами и когда я вижу на то что они сегодня делают как бы меня вызывает это удивление потому что они начинали по моему с других позиций и вопрос в том это только мягко мягко скажу это только материальная заинтересованность или все-таки это их убеждение но я не специалист когнитивного расстройства наверно все мы приобретаем и достоинства и недостатки того времени прожитого пережитого тех событий но сказать что там я прям такой так сказать что это легко вот так жить как я ну конечно нелегко я бы сам их я бы хотел вести программу он какого-нибудь на телеканале я бы хотел чтобы там мой голос мои гражданские чувства находили своих там поклонников сторонников или там людей которые эти чувства разделяют но такой возможности у меня нету потому что меня не на государственные не возьмут не тем более по либеральные потому что ну тоже там своя их у них свои черные списки как они говорят там рукопожатность что-то в этом роде есть в россии за последние 10 может быть 20 лет появилось такое интересное слово называется скреп и российское общество ищет вот эти скреп и каждый выражает по-своему что это должно быть мне мне просто интересно нужны ли вообще россии эти скреп и наш на чем россия должна держаться если даже нужны то какие они в чем это заключается потому что в америке такой вопрос даже не стоит ну понимаете вообще тоже не очень понимаю чем идет речь мне например абсолютно очевидно что но колоссальное большинство россиян прекрасно понимают нашу до сложную до противоречивую временами очень жестокую историю но при этом они любят свою страну и я помню мы делали вот последний мой большой проект на телевидении имя россии с 2007 когда выбирали так сказать какие лидеры страны внесли там наибольший вклад или более заметное влияние скажем так без коннотации на российскую историю там был очень странный смешной выбор там был и александр нецкий в первой тройке и пушкины и сталин вот и как-то это все так разложилось вполне вот на мой взгляд очень даже понятно почему так вот скрепы ищут как комментаторы контр комментаторы я не знаю чем идет речь в америке ну как в америке тоже не знаю наверное есть какие-то вещи там слушаешь там песни country модный что там главное это там chicken wings и там и пинта пиво там они там постоянно вывешивают эти флаги свои около домов у меня знакомый сейчас на всякий случай вешают рядом флаг разных там либо свод либо зилс на случай если мимо пройдет какое-то мирное или полумирное шествие вот ну то есть тут это странно там странно когда они говорят что да мы победили гитлера или там мы первые были в космосе ну в это у них свои свои такие вот свои скрепы что нужно поделать а я им говорю когда мы слушайте а сколько миллионов индейцев вы убили или и негров сколько миллионов 50 миллионов нельзя говорить на у вас негры в россии африкан-американ да александр михалыч вы сын известного разведчика и писателя вот вы сын разведчика или шпиона и вопрос вот такой а почему вы не пошли по этой стезе почему я думаю у вас была возможность стать разведчиком и сегодня наверно по-другому ваша жизнь бы складывал может вы бы даже были бы президентом россии это хорошая история значит почему скажем так всерьез никаких предложений мне не делались потому что насколько я понимаю от папы вообще-то была такая система которая боролась с местничеством то есть семейными кланами в разведке боролись потому что это считалось так сказать ну вот неправильно в те времена по крайней мере не знаю как сейчас гаида мелкие подходы были но знаете как подходят что типа александр вы должны вступить в коммунистическую партию но ты обычно там как да вы знаете это прекрасное предложение не за достойно ли я мне надо подумать ну и так сливаешь все это годами так и было вот подкатами со стороны органов как всерьез за меня не брались поэтому как-то ограничилась моя судьба фронтовой разведки то есть на случай войны придется наверное там вспомнить клятву советскому союзу а все-таки вы сын шпиона или разведчика как вы это оцениваете а я не знаю что вы спрашиваете но я так понимаю что в в нашем русском языке который в россии шпион это соответственно работающий на иностранную разведку человек на нашей территории видимо так а наши разведчики работают над на их территории называется разведчики так вот сложилось в русском языке поэтому я не могу быть сыном шпиона если бы если бы папа завербовала цру или там my fight и точнее my six наверное да тогда бы конечно да а если говорить о владимире путины путине я сразу скажу это не будет провокационный вопрос а я любой вопрос можно провокационный окей а если какое-то человеческое качество во владимире путине которое вас ну будем так быть или восхищает или вы говорите да вот это человеческое качество этим можно гордиться ну у меня было несколько так сказать каких-то таких небольших набросков отношений с вами один чем но это просто отвечая на ваш вопрос я транслирую не очень корректное отношение вообще к нему потому что это же не не просто человек это же огромная машина президент российской федерации и личные оценки они мне кажется только затуманивают вообще реальное мы слишком много этому придаем вот значение потому что какая личность но очевидно что на момент там когда в россии все довольно было хаотично и при борисе николаевичу ельцине в общем было ощущение какого-то такого ну вот распада хаоса или предчувствия хаоса скажем так в стране требовался более организованный руководитель и собственно так вот судьба эту карму подарила или даже не подарила заставила принять Путина Владимир Владимировича вот собственно и все а дальше уже нюансы нравится не нравится что получилось что не получилось то есть там у каждого конкретно каждой личности есть там определенный потолок определенные исторические обстоятельства которые можно оценивать как знаете стакан полупустой как стакан полуполный так что ну какой я не знаю какие его качества с точки зрения его работы президента важны а какие не важны я не так близко с ним знаком чтобы судить и вообще это по-моему неправильно ну смотрите а я имею ввиду многие говорят о том что у него очень сильное человеческое обаяние то есть люди подпадают под это обаяние общаясь с ним то есть вот именно с этой точки зрения понимаете то есть начитанность а именно бывает человек представляет себя позиционирует себя как человека начитанного умного или там допустим другие ну вот по поводу человеческого обаяния как бы вы сказали если у него это потому что я просто слышал интервью с андреем макаревичем и андрей макаревич в одном интервью сказал что действительно у путина есть вот это вот обаяние под которые ты подпадаешь ну я не знаю я все-таки я не музыкант и для меня общение с политиками это ежедневная норма была в течение многих лет когда я работал журналистом и то есть я даже не понимаю я общался с кучей разных там президентов руководителей из разных стран отирать и российских политиков у меня мне кажется отсутствует вот вот этот локатор работающие на обаяние потому что ну как с другой работой занимался как вы считаете вот по сегодня уже началось голосование по поправкам конституции а пройдут ли эти поправки случится ли обнуление как выражаются на интернете да и вообще пишут вот это обнуление президента и будет ли владимир путин ну достаточно долго находиться у власти на первый вопрос я могу ответить на второй нет я думаю что очевидно так все организовано что голосуй не голосуй ну вряд ли твое мнение будет учитано доверие ко всей системе уже полностью на мой взгляд утерян у нас нет политики у нас нету выборов мы это проходил все с партии правое дело гражданская платформа и на президентских выборах когда баллотировался Михаил Прохоров в общем это все постепенно постепенно пришло в стагнацию и не знаю там либо путин сейчас если он планирует на два срока в общем мне кажется если он планирует то ему надо сейчас срочно заняться политической реформой потому что без нее не будет у нас независимых судов без него никакая невозможная уже экономическая реформа потому что всем управляют чиновничьи корпорации в общем из этого надо вылезать потому что если этого не делать то все же в общем не очень это люди думающие они спокойно относятся к Путину они очень неспокойно относятся к моменту когда закончится Путин потому что ну все идет к хаосу все идет к дестабилизации вот собственно потому что не решаются вот эти такие вроде бы элементарные вопросы люди хотят выражать свою точку зрения выходить на демонстрации я не знаю там на пикеты хотят участвовать в выборах хотят себя представлять в парламенте или там в местных органах власти но это у нас в стране невозможно либо ценой каких-то чудовищных усилий на которые способны немногие потому что это просто кому-то страшно у кого-то есть там не за бизнес и которые боятся потерять потому что сразу придут какие-нибудь там ФСБ и прочее то есть на этот вопрос ответ простой это ну каждый выбирает идти не идти у нас запрещена агитация даже но очевидно что это скорее всего просто грубо говоря там для управления внутренней политики реальные данные о выборах станут неким индикатором того насколько все плохо ну то есть они же понимают скольких людей они рекрутировали потому что это госслужащие или там пенсионеры я не знаю уж как они это делают да они понимают что как бы и никогда нам не скажут реальную ситуацию с поддержкой конкретно путина и этих идей вот а на второй вопрос я ответить не могу потому что может быть в следующем году он уйдет в отставку и будут выборы досрочные если что-то общее между событиями которые происходили в конце восьмидесятых годов и сегодняшними событиями в россии или это абсолютно разные события имею ввиду и общественные какие-то сообщения течение и вообще вот эта напряженность которая была в конце восьмидесятых годов и к чему она привела в принципе и сегодняшняя напряженность в российском обществе есть что-то общее или это нельзя сравнивать ну я думаю что общего как как много общего так и много разного мне кажется интереснее ну хорошо общее что да действительно путину удалось вытащить страну из такой тотальной нищеты сегодня ну по крайней мере в городах там крупных городах скажем так ну люди живут очень так достойно не все не всегда ну про это вообще глупо говорить потому что ну так сказать всегда надо судиться расскажет ой что он несет он не выезжает за пределы садового кольца и так далее но объективно говоря если сравнить там двухтысячные и 2020 но это вообще две разные страны и и в цифрах если посчитать все-таки как выросло благосостояние страны и конкретных людей и не только там тех там не знаю там ста тысяч человек которые самые богатые граждане россии это очевидно но и глупо это не признавать но конечно с другой стороны есть много бедности много бесправия много нищеты и это конечно сильно дестабилизирующий элемент нашей жизни если в 90-е годы все-таки у людей было скажем так это было общество возможностей общество надежд то когда людей в общем-то сейчас лишили этого то они еще острее переживают вот это свое состояние потому что ну когда ты допустим у тебя что-то не получается но у других получается то ты ну у тебя есть какой-то ресурс самому себе сказать если у тебя есть мозги что так секундочку брат что-то я там не дочитал не доделал не досмотрел надо самому меняться а когда ты видишь что вокруг если кто-то что-то делает ему будет по шапке и в общем-то добиться чего-то всерьез свободному человеку сегодня там в бизнесе как ее там карьеру какую-то сделать если только это не в государстве где нужно унижаться постоянно и говорить какие-то там вещи которые ты реально не думаешь то да это сложная такая история ну что делать ну конечно это несравнимо с точки зрения состояния общества состояния элит состояние бюрократии то есть мы стали намного богаче путин построил очень достаточно скажем для россии невероятно эффективную вертикаль власти то есть если обратить внимание что когда вот простые люди имеют какие-то проблемы не знаю там наводнения или что-то вас мгновенно реагирует и решает их проблемы единственная следующая проблема они не решают это так думающего класса тех кто собственно предлагает политические реформы ну там свободу слова свободу печати и прочее но они довольно чутко чутко следят за вот большими массами людей населения следят за их политическими взглядами и в общем то наверное можно предположить что такого исхода как тогда не будет плюс есть деньги ведь россия собственно вообще вот этот перелом 91 года в значительной степени связан с тем что советский союз ну был банкрот Александр Михайлович у нас сейчас рекламная пауза поэтому вы пожалуйста не отключайтесь и мы через пару минут продолжим спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущая Эдвард Брумер и Гэри Брумер у нас сегодня собеседник замечательный журналист я бы сказал знаковый журналист президент телекомпании вид Александр Любимов Александр Михайлович здравствуйте еще раз здравствуйте чикаго привет спасибо чикаго город ветров Александр Михайлович а кто более соответствует вашему видению как человек который стоял за свободу слова горбать михаил горбачёв или ельцин борис николаевич и не могли бы вы дать в двух-трех словах описание этих двух государственных деятелей политиков уже ставших историей ну наверное российскую историю они войдут вместе как один период мне кажется у горбачёва очень сложная была задача как разобрать вот эту систему мирового коммунизма на части без жертв и мало кто это ценит потому что люди условно так сказать винить в своих бедах кого-то конкретно не понимая что ситуация была ну очень тяжелая и он в том числе с помощью средств массовой информации пытался раскрепостить население Советского Союза дать возможность получить информацию разные точки зрения услышать собственно то что мы делали в программе взгляд но хочу вам сказать что конечно это была тяжелая политическая борьба для него и мы были частью этой борьбы потому что нас много раз закрывали окончательно закрыли в декабре 90-го как раз когда министр вышел из партии по моему ушел по крайней мере с своего поста объявил что в стране будет военный переворот что и произошло через 9 месяцев и мы выходили программу с подполья на кассетах и отдавали на мелкие кабельные студии вот при Ельцине мне кажется в большую опалу попали те кто не поддерживал Ельцина то есть если с Горбачевым там была борьба внутри политбюро ну там условно говоря между линией Александра Николаевича Яковлева и Егора Кузьмича Олегачева ну я просто не был членом политбюро чтобы там до конца все это уточнить вот но приблизительно так это понималось в обществе то при Ельцине уже там шла борьба например с журналистикой ну которую там критиковала Ельцина там ну там невзорова закрыли сразу после там его материалов защиту российских военных которых по сути их подставили во время событий зимы девяносто первого года в Прибалтике потом ну сейчас звезда нынешнего телевидения почти Владимир Соловьев это Александр Проханов который вообще его не пускали никуда потому что вот традиционное русское так сказать такого почвенчество скажем да там аля там Соловьев который все-таки не Владимир а Сергей вот и так далее оно все-таки как-то не нравилось вот там тем людям кто управлял средствами масс информации при Ельцине ну мою программу закрыли тоже в 93 году за две недели до кровавых событий так что ну в общем не знаю всегда были вопросы Александр Михайлович а в следующем году если не ошибаюсь будет 30 лет со дня ГКЧП казалось после ГКЧП коммунистическая партия как говорится будет смыта и как говорится уже на политическую арену не выйдет однако благодаря Геннадию Зюганову и благодаря определенным обстоятельствам она до сих пор на плаву имеет своих почитателей и естественно довольно огромное количество людей ее поддерживает как вы думаете почему почему в 21 веке в России до сих пор коммунистическая партия имеет такую поддержку ну я не знаю что вы понимаете под коммунистической партией потому что в принципе такая же пропутинская партия как Единая Россия только с некоторыми легкими значит отклонениями ну как можно относиться к коммунисту Зюганову который крестится и на каждую пасху ходит в церковь вообще про что это это просто название такое бренд кока-кола там вот есть КПРФ существует версия что там Борис Николаевич Ельцину не хватило там политической воли после путча девяносто первого года их запретить запретили только КПСС ну и соответственно КПРФ там был сложный момент перехода власти от первого секретаря Полозкова крайне одиозного к второму секретарю этой организации замечательной Зюганову вот но я думаю он такой вот он же такой вот во всех на всех исторических поворотах он же такой занимает очень такую никакую позицию то есть в принципе возможно вот факт того что он во главе этой организации это собственно смягчает драму перехода от социализма к капитализму для многих людей особенно пожилого возраста потому что ну они вот есть у них вот красное знамя Геннадий Андреевич он умеет такие пламенные речи довольно на мой взгляд пустого содержания не имеющие отношения к менеджменту и к госуправлению говорить но это работает их это успокаивает по-моему это так же как нельзя почему не переносит ленина из лавзолея ну что просто не тревожить этих людей реальная власть у них ну она никакой власти нет финансирует их та же администрация президента так же он туда ходит и получает указания ну и какая разница пусть это называется КПРФ можно назвать по-другому ну если допустим представить что это партия одного человека Зюганова да то к примеру ну не все вечные и как говорится дай бог чтобы он жил долго я не желаю ему ухода на тот свет но если как говорится все живые люди и начинают болеть и как говорится исход известен вот как вы считаете с его уходом коммунистическая партия может развалиться или она просто приобретет какие-то новые формы ну развалиться вряд ли потому что пока есть госфинансирование понятно будут желающие на эти деньги жить кормить свои семьи там есть вокруг него там два-три таких укоренившихся уже человек есть новое поколение молодые люди которые идут в эту партию понимая что да вот отлично можно здесь сделать какую-то карьеру но это все обычные карьеристы они будут бороться за деньги если например зиганов уходит и администрация президента перестает их финансировать ну я не знаю что с ними будет может быть и действительно потихонечку они исчезнут но все равно наверное идея социальной справедливости они всегда так сказать я вот слушаю иногда ваших там кандидатов в сенаторы конгрессмены но они ленин это вообще дитя по сравнению с тем что они там несут у вас есть такое есть такое александр да это же политика это в общем политика это в определенной степени манипуляция мы там ну люди там и вы наверно тоже в советском союзе так сказать пережившие все это понимаем что ну да это такая профессия к сожалению да политики созданы для того чтобы обманывать потому что если они там не обманывают то начинаются войны ну вот как то так александр михалыч такой легкий вопрос может быть даже с подтекстом а кто вам ближе штирлиц или джеймс бонд ну штирлиц конечно ближе потому что ну поскольку я из семьи разведчик мой папа работал там и руководил на самом главном английском направлении разведкой одно время в общем так сказать и в поле работал и с Кимом Филби работал с которым я даже был знаком до сих пор мы общаемся с его вдовой Руфиной Ивановной ну конечно у меня четыре с близко потому что там все таки не знаю был ли такой человек не был но исторически очень интересная рассказывается история про то как советская разведка боролась за то чтобы англичане американцы не сделали с гитлером альянс на исходе войны уже там после нормандии после выставки нормандии после начала операции багратион и понятно что операция багратион ну она просто в десять раз больше чем нормандия ну как просто количеству ресурсов брошенных на борьбу с гитлером и было очевидно что Сталин а значит коммунизм может захватить всю Европу и была тонкая игра как не дать гитлеру разговориться с англичанами и с американцами и это интересно вот ажерсбонд это ну это это как тебе человек паук знаете у моего брата да у него вопросы общего плана у меня как бы вопросы касающиеся определенных людей мне просто интересно ваше мнение по поводу них есть такой замечательный человек в россии владимир вольфович жириновский по моему его по моему знают абсолютно все даже дети там определенного возраста иногда когда я на него смотрю он высказывает определенно довольно интересные идеи интересные мысли я бы сказал здравые но иногда это начинаешь задумываться какой институт он заканчивал вот ваши отношения как бы вы его определили можно ли его считать серьезным политиком или это такой политик из области пиара который сам себя как вы цепиарит и кстати партия лдпр это тоже партия как бы на мой взгляд одного человека как вы что вы по этому поводу думаете ну вот они для меня вот все какие-то вот вот вас раздражает соловьев меня я бы всех вот в одну квартиру поселил Жириновский Славьев Мария Захарова вот из МИДа вот мне кажется они бы очень хорошо жили можно было бы делать реалити шоу там дом 3 как они ругаются между собой потому что это все какие-то люди очень недалекие несерьезные потенциал Жириновского нулевой компания двенадцатого года кандидат Прохоров мы за 40 дней компания когда ну у нас вообще ресурсов мы не были в политике как он с 90-го года мы только-только начали нам ставили ограничения нам не давали там реально развернуть большую политическую компанию но мы пришли третьи на этих выборах при том что считали голоса в Кремле мы обошли Жириновского так же мы если нам дали мы обошли я уверен это все это гоблины такие понимаете на прикорме то есть когда там администрации надо что-то разыграть что у нас якобы есть парламент вот они начинают что-то там обузить а вот этот вообще приходит в шоу на канал на России ругается матом там он Ксению Собчак просто там обозвал матом при этом никто не решает канал рецензии потому что вот его можно но он такой вот как при царе клоун Зюганов такой же клоун по-моему а кто на сегодня на российском телевидении вызывает у вас уважение кто по-настоящему делает сегодня хороший продукт вот кого бы вы могли бы порекомендовать нашим у нас есть русское телевидение естественно и люди старшего поколения всегда смотрят его кого бы мы вы могли бы порекомендовать и какую передачу вот желательно смотреть нашим слушателям русскоговорящим людям старшего поколения ну я не знаю ну как дело вкуса нас все-таки сейчас при том что полностью телевидением монополизировано государством но активно развивается интернет есть все-таки кое-какие каналы но вот одно время я руководил РБК там у нас довольно живенько все было там телеканал дождь может быть в интернете есть проекты интересные вот не знаю там Юрий Дудь например или там редакция пивоваров делает Алексей или компания Амурские волны делает свой ресурс потом Ксения Собчак та же но это все разные вещи но по крайней мере они точно делают что-то чтобы получить аудиторию у них задача именно такая быть популярными вот да очень все там противоречиво когда вот годовщина убийства Владика там ну и иногда довольно такие по-моему неприличные там суждения они высказывают типа там назначают убийца Владика не имея на это никаких оснований но в целом это все-таки что-то живое а в телевизоре в таком я не знаю но это там же нету уже общественно-политического вещания это же все такое развлекательное телевидение постановочное телевидение там есть пишутся я не знаю тексты или распределяются роли между там врагами России там плохо говорящими англосаксами либо там поляками либо украинцами но все это ужасно по-моему я не смотрю честно я вот реально смотрю только то где есть хоть какой-то прогресс развлекательные шоу сейчас например выстрелила маска на НТВ в прошлом сезоне и смотрю сериалы потому что мы производим сериалы нужно видеть уровень как движутся каналы как они развиваются чтобы быть ну это бизнес я продаю свои сериалы вы много раз упоминали про Михаила Прохорова мне кажется что потенциал политика в нем был я имею ввиду и его харизматичность как человека его данные умного прогрессивного человека почему он ушел из политики и почему все таки вот он решил дальше не продолжать свою политическую деятельность нам казалось ошибочно как выяснилось но все равно я рад что мы попробовали что можно в россии начать создавать условно говоря вторую политическую силу людей там патриотичных но критично настроенных построенные так сказать вертикали власти потому что там у Путина или на тот момент у Медведева но это должно быть очевидное ну с высочайшей степенью очевидности как нам казалось есть потребность в том чтобы построить эту вторую по крайней мере независимую вертикаль чтобы в таких зонах ответственности как судебная реформа там экономические реформы иметь систему общественного контроля политическую организацию которая ну во первых имеет очень серьезную экспертизу потому что на люди которых Михаил Медведевич объединил там очень серьезные были люди и так сказать имеющие политическую силу потому что без этого в общем ну так сказать ничего решить нельзя но оказалось что это не нужно собственно риски так высокие что ну мы же люди все цивилизованные мы не хотим идти на Кремль там с бомбами или там с пушками мы полагали что это можно в политическом пространстве решить поскольку нет ну нет так нет ничего страшного я сейчас например работаю в федеральном скитаре в партии роста да конечно это партия которая не может претендовать на такую большую это большой электорат как гражданская платформа но тем не менее мы вот объединились вокруг Бориса Титова потому что то что он делает например ну да это как в советские времена политика малых дел вот в предложенных обстоятельствах что-то можно делать облегчить жизнь того или иного предпринимателя мы при нем как-то там являемся маленькой там не очень заметно но все-таки политической силой который где-то что-то может помочь конкретным свободным людям которые занимаются бизнесом в России таскать все-таки от всесилия бюрократии и правоохранительных органов бороться с этим всем ну вот сейчас такая ситуация но это не критично но когда-нибудь будет по-другому надеюсь а какие политические амбиции у партии роста распространяющиеся на ближайшее время и такой вопрос если не путин то кто у меня нет политических амбиций я всем своим товарищам ну кто так сказать хочет идти в политику и к тому кому там пост депутат государственной думы это ну какое высшее достижение я их всех конечно поддерживаю помогаю там и с пиар компаниями все-таки я учился в этому делу кстати у вас там в Бостоне в школе как школе карлинги значит и но мои амбиции больше то есть если я чувствую что там мои гражданские чувства мои так сказать находят ну все какой-то способность что-то созидать тогда я готов этому отдавать много сил сейчас такой возможности не вижу и не имею поэтому по-моему они вообще это опасно сейчас заниматься политикой потому что у нас ее нет а если не путин то кто но пока он все построил так что невозможно даже ничего делать то никто вот он так и выстроил что только он ну хорошо у нас остается не так много времени россия будущего это партнер запада или все-таки это страна которая будет жить по своим правилам по своим законам как вы это видите ну стало очевидно после 91 года что но наш интерес никто уважать не собирается на западе поэтому я не знаю это знаете как любые отношения это дорога с двусторонним движением поэтому ждать пока по крайней мере ну ждать ничего не приходится я помню когда началась вот эта кровавая война в чечне 94 год нам постоянно там из европы лидеры политические из америки они говорили ну вы должны ну как-то учесть независимости чечни а американцы через арабские фонды финансировали террористов ну до вплоть до падения близнецов когда вроде так поняли все что ну наверное это мы с перебором то есть ну как интересы наши кому-то они вообще кто-то хочет нас уважать вот нашу страну вот например сша там не знаю демократы или республиканцы по-моему нет а люди которые сейчас и в той и в другой партии ну там не знаю ну это тот же болтон модный я с ним когда он еще был я приезжал приезжал с ним общался ну слушайте я его помню это же понимаете ну в свое время лет там 15 назад ему бы руки никого не подал потому что он ну такой человек-то очень очень специфический почему в американской политике тоже люди которые определяют политику отношения России такие вот совсем ну очень такие ну требующие вообще медицинского освидетельствования на мой взгляд вот понимаете и что и мы должны чтобы всем уступать кланяться не будем мы никогда и не делали никогда вот и все со всей Европы сейчас вроде помягче там Меркель понимает что борьба с газпромом с этим северным потоком конечно они хотят они хотят продать свой дорогой газ вот ну вроде как то она держится ей хватает политической воли там удерживать это там Макрон понимает что многие вопросы там не знаю присутствие Франции зарубежного например в Африке традиционного можно решать вместе с Россией там Эрдоган при всей так сказать экзотичности этого персонажа тоже какие-то с нами находят общий язык там арабы даже сауды которые вообще никогда с Советским Союзом ничего ну в общем мир становится таким многополярным наверное все не только Россия чувствует что мы пришли ну вот к концу этого американского мира что так никто не хочет с ними жить как хотят американцы ну и при них находящийся Евросоюз да там есть какие-то страны которые зарабатывают себе деньги очки там типа Прибалтики или Польши но в основном там старые демократии там весьма скептическое отношение к такой политике все равно же там как ни крути там чтобы Трамп не говорил ну они же будут в Польшу ставить войска они поставили эти системы ну в общем куча всего бессмысленно обсуждать это очевидно поэтому ну как ну вот живем как живем да вот пока так появится какие-то люди которые захотят с нами по-другому ну и мы с удовольствием сказать что мы какая-то империя ну я не знаю я так не чувствую и украинские конфликты я не так чувствую и грузинские конфликты я не так чувствую ну видимо вы живете в другом все-таки идейном мире поэтому не будем на это тратить время Александр Михайлович к сожалению наша беседа подходит к концу я хотел бы выразить вам огромную благодарность за то время что вы нам уделили и сказать вам спасибо и мы надеемся на еще одну беседу потому что как мне кажется мы не договорили до конца у нас много вопросов но эфирное время заканчивается мы желаем вам еще раз здоровья и всего самого лучшего и вам и вашей семье ну и пускай в России будет все хорошо чтобы люди не умирали ну да дай бог чтобы у вас все было хорошо и чтобы у вас лизы не умирали спасибо и эта вся пандемия закончилась и все-таки как-то урегулировали вот эту историю между полицейскими ну и вообще обществом конечно мы много про это здесь говорим думаем потому что у меня там родственники в США есть ну в общем короче говоря с удовольствием пообщаюсь еще спасибо большое спасибо